В Москве собрались ведущие кардиологи России, Европы и США. На международной конференции в Институте хирургии имени Вишневского обсуждают новейшие технологии. Зарубежные специалисты с вниманием следят за работой российских коллег, которые с успехом сочетают накопленный десятилетиями опыт с последними достижениями медицины. Репортаж Юлии Онищенко. Мы видим правое предсердие и видим, что оно сокращается неритмично. Это сердце не просто бьется, буквально трепещет в руках хирурга. Так выглядит опасная аритмия, которой пациент страдает уже много лет. Из-за болезни в левом предсердии образовался тромб, который может привести к гибели человека. Поэтому прямо сейчас хирурги при помощи уникальной технологии спасут пациента и вернут правильный ритм сердца уже навсегда. В данном случае называется технология Кобра. Она, видите, окружает левые предсери, в которых формируется, в частности, мерцательная аритмия. Затем с помощью специального вакуумного отсутствия забирается ткань предсердия. Создается зона изоляции вокруг источника этой аритмии. Она прекращается. Такая операция требует виртуозного исполнения. Поэтому действия хирургов отточены до автоматизма. И все благодаря опыту и уникальной школе. Ведь именно здесь, в институте имени Вишневского, 60 лет назад выполнили первую в стране операцию на открытом сердце. Это событие сравнили с полетом в космос. Так же сложно и невероятно опасно. Подобная операция сегодня абсолютно безопасна. Современный аппарат похож на компьютер. Он не только перекачивает кровь, насыщает ее кислородом, но и регулирует десятки параметров в организме пациента, пока сердце не работает. Но кардиохирургия пошла дальше. Сейчас сердце даже не останавливают. Как раньше, операцию выполняют через крохотный прокол в сосуде. Безболезненно и быстро специалисты расширят суженную артерию, удалят тромб или даже заменят изношенный клапан. О том, как в одной операционной объединить новейшие технологии и уникальный опыт прошлых лет, сегодня говорят на международной конференции по аритмологии. Мировые звезды кардиохирургии делятся своими достижениями и с интересом наблюдают за операциями российских специалистов. Уровень российских хирургов равен уровню мировых специалистов. Поэтому страна должна гордиться... Участники конференции обсуждают и технологии ближайшего будущего. ...поимым кибер-ножом вообще без разрезов. Подобный метод сегодня используют в лечении онкологических заболеваний головного мозга. Первые операции на сердце уже провели в США. Отсюда возникает источник аритмии. Это реальная ситуация. Это сегодня мы можем уже делать с помощью нашей технологии. Это так называемые экстракорпоральные лучи, которые действуют через тело человека, проникают внутрь сердца и вызывают такую вот линейную зону непроводящей ткани. То есть это небольшая зона такого рубца, который не позволяет этому импульсу распространяться дальше и вызывать аритмию. Кардиохирургия сейчас одно из самых бурно развивающихся направлений в медицине. По всей России работает 112 региональных сосудистых центров, которые оказывают высокотехнологичную помощь. Как отметили участники конференции, они собрались сегодня для того, чтобы сделать эту помощь еще более эффективной. Для этого специалисты в разных направлениях кардиохирургии должны объединить свои усилия для того, чтобы каждому больному назначить только ему подходящее лечение. Юлия Онищенко, Александр Татрашвили, Первый канал.